Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа Клин Адреналин и все самое интересное о клинском спорте. Вам расскажу я, Артем Мельников. Итак, сегодня в выпуске. У юных хоккеистов Клин Спортивный завершилось первенство области, впереди кубок. В Лилихаммере прошли юношеские Олимпийские игры, наши в числе лидеров медального зачета. И заключительная часть женского взгляда. На этот раз девушки расскажут о биатлоне. Я в биатлоне, по-моему, больше, чем другом разбираюсь. Завершается зима, а это значит, что близится к концу сезон в зимних видах спорта, к примеру, в хоккее. Юноши и дети буквально на днях сыграли в заключительные матчи открытого первенства области. И впереди их еще ждут кубковые игры. Очередная шайба, очередная победа. Тот, кто пристально следит за детским хоккеем в Клину, наверняка догадался, что это ребята 2006 года рождения. Они никому не оставили шансов в открытом первенстве области. Они же уверенно выигрывают и товарищеские матчи, сказалось бы, более сильными соперниками из Дмитрова. Второй год подряд мало кто из команд может навязать борьбу этим ребятам. А их статистика действительно впечатляет. 17 побед, 203 за 4 заброшенные шайбы, всего 63 пропущенные и 51 очко в активе. Несмотря на цифры, добиться успеха в этом году было сложнее, чем в том. Да, сложнее, потому что все команды для нас настраивались. Так как он и прошлогодний чемпион, естественно. И добавила очень приличная команда одетцов. И резали. Так что в этом сезоне было сложнее выиграть, чем в том. Мы справились. Фактор лидера еще никто не отменял. В этом сезоне, как и в том, добрую часть всех шайб забросил Семен Климкин. Но, глядя на его игру, подтягиваются и другие парни. Все набрали больше очков, чем в прошлом сезоне. Я смотрел статистику, как бы у нас ребята добавили. Плюс огромное спасибо родителям, потому что они своими детьми занимаются. Дополнительно, дополнительно, помимо тренировочного процесса, родители занимаются и вкладывают в них свое сердце и душу. Такое отношение к хоккею приносит свои плоды. Лучший результат среди всех наших команд показали именно ребята 2006 года. Уверенное первое место со значительным отрывом от преследователей. Остальные наши коллективы подобные прыти не показали. И, соответственно, в тройку своих таблиц попасть не смогли. Лучшее место четвертое у парней 1999 года рождения. Как итог, в общекомандном зачете, где суммируются результаты шести самых старших команд, Клин лишь на шестом месте. Каждый спортивный результат хотелось бы получше увидеть. А то есть причины объективные, субъективные. В любом случае, это первый сезон, который наша школа проводила в Каперинске на Косковской области. В том году мы, знаете, не участвовали. Но, тем не менее, в этом сезоне нельзя не отметить ряд положительных моментов. Это и новый интернат для иногородних хоккеистов, и высокий уровень организации проведения матчей, и даже подготовка целой судейской бригады. В связи с этим, Федерация хоккея Московской области пригласила школу Клин спортивной к участию в Кубке региона по хоккею. Сам по себе, Кубок, само отдельное соревнование, которое в первом Санковской области не пересекается. Участвовать у нас там будет 8 команд. Все команды очень сильные. Команды, которые участвуют в первой группе Московской области, плюс команда со второй группой Московской области. По итогам первой Санковской области у нас с команды проходили становления, скажем так. А сейчас мы вышли на вытворный, будем играть в команду в первой группе, и, соответственно, будем ждать результатов. Таковы предварительные итоги нынешнего сезона, ну а конечные будут подведены через несколько месяцев, после окончания Кубка, матчи которого начнутся уже в марте. Коротко о других новостях. 20 февраля юные воспитники Высоковской школы каратэ «Спартак» приняли участие в открытом первенстве на призы главы Одинцовского муниципального района. Ребята хорошо проявили себя на турнире и попали в призы. Святослав Бубнов занял второе место, Анна Бибикова стала третьей, Лидия Прокофьева завоевала бронзу. В праздничные выходные в спортзале автоколонны номер 1792 прошел турнир по большому теннису среди женских пар. В соревновании участвовали 16 теннисисток из разных городов. Турнир проводился по смешной системе, две группы по четыре пары в каждой. Все девушки продемонстрировали красивый и техничный теннис, а вот победу одержали клинчанки Анастасия Зольна и Рената Повыдала. Второй и третий стали пары из Твери и Дубны, соответственно. День защитника Отечества в спортзале отметили и баскетболисты. На химике они организовали турнир по стритболу, куда приехали даже иностранцы, ребята, обучающиеся в Клину по программе Айфест. В итоге призовые места среди юношей до 18 лет заняли филипузики, голден бёрст и команда Джордан. Среди тех, кто отметил совершеннолетие, первой стала команда Звездочка, второй Картошка. Теперь о достижениях любителей силовых видов спорта. В субботу в Серпухове прошел лично командой чемпионат Московской области по пауэрлифтингу. Клин представляли три спортсмена, каждый из которых выиграл золотую медаль, а некоторые из них и не одну. Иван Арсентьев занял первое место по жиму штанги лёжа, по народному жиму и первое место в абсолютной категории. Андрей Янковский стал первым в жиме штанги лёжа, Александр Поляков выиграл соревнования в пауэрлифтинге без экипировки, а также занял первое место в соревнованиях по становой тяге. 21 февраля они же приняли участие в открытом первенстве в Волоколамске у муниципального района по пауэрлифтингу. Иван Арсентьев занял первое место по жиму штанги лёжа, стал победителем в приседе со штанги на плечах и оказался лучшим в становой тяге и выиграл абсолютную категорию. Андрей Янковский стал третьим в жиме штанги лёжа, занял второе место в приседе со штанги на плечах, выиграл соревнования по становой тяге среди юношей до 19 лет, а также стал первым в абсолютной категории. На прошлой неделе в норвежском Лилихаммере завершилась вторая юношеская зимняя олимпиада. На ней выступили более тысячи человек из 71 страны мира, в числе которых и российские спортсмены. При этом наши ребята показали весьма впечатляющие результаты. Зимняя юношеская олимпиада в Лилихаммере прошла как-то незаметно. Никакой шумихи, никаких прямых трансляций на федеральных каналах. Иногда появлялись небольшие обзорные дневники после полуночи, вот и всё, чем могло похвастаться освещение этих соревнований. А между тем сборная России на юношеских олимпийских играх завоевала больше всех медалей в общекомандном зачёте. 24, 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. По количеству наград высшего достоинства наши спортсмены уступили только Южной Корее и США. По традиции главным медальным видом спорта для нас стало фигурное катание. 7 из 12 наград выиграли российские фигуристы. Интересно, что четырьмя годами ранее на первом аналогичном турнире они также взяли 7 медалей. А серебряная призёрка тех юношеских игр Аделина Сотникова уже спустя 2 года стояла на высшей ступеньке пьедестала в Сочи. В этот раз в Лилихаммере российские фигуристы стали лучшими в одиночном женском катании, парном и в танцах на льду. Безусловно, такого фонтана медали ждать в других видах спорта не приходилось. Так оно и получилось, хотя если взять, к примеру, биатлон, то здесь есть чем похвастать. Но с другой стороны, 4 награды и ни одной золотой. Егор Тутмин когда-нибудь, возможно, и сменит на посту лидера сборной Антона Шипулина, но загадывать ещё рано. А пока у него в активе 3 попадания на пьедестал почёта. Третья ступенька в спринте, вторая в преследовании и вновь третья в смешанной эстафете. Ещё одни лыжники, только те, что без винтовок за спиной, добавили в копилку команды 3 медали золота, серебро и бронзу. Сюрпризы со знаком плюс на этом не закончились. В слоуп стали на сноуборде россиянка Влада Хадарина заняла второе место. В этом же виде, но только на лыжах победила Лана Прусакова. Лыжники летающие не остались в стороне от призового подиума. Смешанная команда двоеборцев взяла главную награду, а прогуня с трамплина София Тихонова стала второй в личных соревнованиях. Теперь о том, где разочаровались конькобежный спорт и шортрек. Триумфы в Сочи ещё свежи в памяти. От этого значительно больнее осознавать, что игры в Лилихаммере не принесли россиянам ни одной награды. Все лавры достались азиатам, а российская молодёжь оказалась не способной навязать конкуренцию. Ну и, конечно, хоккей. Несмотря на то, что наши ребята взяли бронзу в последний соревновательный день, разгромив финнов со счётом 6-2, есть в этой медали и обратная сторона. Во-первых, всего пять команд участниц турнира, во-вторых, два поражения от принципиальных соперников американцев в группе и плей-офф. Вообще, юношеская олимпиада – площадка для экспериментов и различных нововведений. Например, во многих видах спорта проводится турнир смешанных международных команд. Спортсмены волею жребия могут оказаться как по ту, так и по другую сторону баррикад. Поэтому шансы выиграть медаль имеют все юные спортсмены. Не менее интересный регламент в соревнованиях по бавслею. Там слепой жребий определяет инвентарь, на котором будут выступать участники. Лидер после первой попытки, к слову, должен пересесть на боб-аутсайдера. Так что непредсказуемости на юношеских олимпийских играх хоть отбавляй. И зрителям интереснее, и участникам приятнее побеждать. В итоге, повторюсь, 24 медали. Первое место по общему количеству наград, так же, как и в Олимпийском Сочи. Согласитесь, приятная тенденция, а мы, как болельщики, были бы только за. Продолжится она и дальше, особенно если учесть, что на носу летние Олимпийские игры в Рио. Коснемся футбола. Календарная зима вовсе не мешает любителям этого вида спорта проводить матчи на улице. Во-первых, тепло, во-вторых, большому желанию играть и снег не помеха. По традиции, каждый год в преддверии самого главного мужского праздника на стадионе «Строительств» проводится крупный турнир по футболу среди юношей «Мяч Надежды». В этот раз побороться за главный приз приехали 8 команд, в том числе и клинские коллективы. Сначала футболисты сражались на групповом этапе, затем в стадии плей-офф. В итоге наши парни 2003 года рождения стали вторыми. Первое место осталось за спутником из Зеленограда Третьей Тверичи. Добавлю, что клинские футболисты получили и несколько индивидуальных наград. Данил Кондрашен был признан лучшим защитником турнира, а Виталий Мартиросян – лучшим нападающим. Теперь о легкой атлетике. Команда Московской области заняла первое место в общем зачете на чемпионате и первенстве России по длинным метаниям, которое прошло в Адлере. Значительный вклад в этот успех несли клинчане. Шесть человек из нашей спортивной школы отстаивали честь региона. Вадим Рыбкин, Наталья Волкова, Олег Клыков стали лучшими в своих возрастных группах. Оксана Владимирова заняла третье место. И еще об успехах наших легкоатлетов. На первенстве Московской области среди учащихся наши прыгуны шестом не оставили никому шансов побороться за медали, заняв весь педестал почета. Первые места взяли Максим Зиновьев и Екатерина Костюкова. Вторые достались Владимиру Шалимову и Марии Яковлевой. На третью ступеньку поднялись Сергей Куднев и Вероника Миронова. Два третьих места завоевал Андрей Каленов в беге на 200 метров и в прыжках в длину. Третье место в прыжках в высоту осталось за Маргаритой Оськовой. А также бронзовыми наградами отметилась Ольга Шолохова в беге на 50 метров с барьерами. Я вам о спорте рассказал, а теперь это сделают девушки. На очереди четвертая часть женского взгляда. На этот раз участницы будут объяснять термины из биатлона. Ну, наверное, массовый старт какой-то, когда все сразу по-оп и поехали. Вид забега, когда начинает старт сразу несколько участников. Ну, массовый старт, наверное, когда все в биатлоне собираются и бегут вместе. Если бы фаст-старт, я бы поняла, а вот масс-старт что-то нет. Что бы фаст-старт? Ну, быстрый старт. Быстро начали? Фаст? Да. Они что-то там не выстрелили? Ну, вот они когда не попаливаются, им как бы дают пробежать еще один круг. И, наверное, когда они бегут дополнительный круг, это называется масс-старт. Если биатлонист себя хорошо ведет, ему дают дополнительный патрон. Ну, это если они не попали, то дополнительный патрон. Но бывает, что патрона может не быть, придется им круги есть. Уже ближе к финишу, в тройке, в пятерке лучше, то тебе не хватает, например, одного выстрела, и тебе дают еще патрон. Ну, это патрон, который у него есть где-нибудь в кармашке, он достает его. Ну, наверное, за эту штрафную минуту они должны пробежать вот этот круг. Это вот как раз, когда там вот он не попал, у него нет патрона, он на штрафной круг вот этот минут, наверное. Да? Нет? Ну, он бежал-бежал, устал, увидел, что есть такая тропа, которая приведет его быстрее всех к старту, и ему назначается страхная минута. Ты прибегаешь к старту, к финишу, например, там у тебя 55 минут, а тебе засчитывают 54. То есть это хорошо? Нет, это... О, в смысле 56. Ага. Плохо. Ты кого-нибудь ударил, да мне знаю, случайно, специально палкой задел лыжами, из-за тебя кто-то упал. А, кстати, за промах в биатлоне что дают? Ничего не дают. Ни очков, ни баллов. Какой смысл туда стрелять? Дополнительные баллы. Ты любишь, ничего не дают? За промах ничего не дают. А, да. А если ты попал, значит тебе, соответственно, какое-то количество баллов начисляют. Ты, я в биатлоне, по-моему, больше, чем и другом разбираюсь. Да, да, да. Да, неожиданно. Вон, преследование. Ингерана сказала. Это когда они не стреляют? Биатлон такой беспортный, она старается. А, обязательно настрелять, так. Ну, значит. А, это... Нет, они... У них как бы счет определяется, когда просто по минутам. То есть один может прийти быстро, но второй может что-то быстрее сделал. А то, что ты сказал, это, наверное, когда они... Ну, кто первый придет, до финиша доберется. Между двумя участниками соревнования и уже ближе к финишу один другого преследует. Гонка-преследование. Это когда биатлонистов преследуют собаки. Ну, за ними охотится кто-то. Ну, кто-то их преследует. Ну, это тогда, когда они не с одного выезжают времени, а по-разному. Там, сначала один, потом через какое-то время другой. Человек, который следит за правильностью выполнения всего происходящего. Ну, то есть то, чтобы каждый участник действовал по правилам. Ну, вот по-португальски сервежа – это пиво. А это я не знаю. Очень похожее слово. А, ну, наверное, что-то с оборудованием делает, с экипировкой. Помогать переодеться там. Если бы я вообще слышала такое название... Ну, как это такое? Сервисер, сервис, оказывается, нет. Ну, может, палки там подносит какие-нибудь, если по пути они упали, сломались. И так же с лыжами, которые столы им накрывают потом. Сервирует сервисер. Вопросы. Это привычное слово. Нет, я это понимаю. Просто, когда я по телевизору, ребята, вон, смотрю, там нет таких выражений. Пас экзамен, сдать экзамен, значит, тут... О, может быть, это сдать норматив? Ну, чтобы их гонка была красочной, ярче. Они делают пас экзамен. Табло, может, какое? Где вот время указывается? Ну, вот это вот уже последняя линия, тропинка. Отлично, прямая тоже. Это одно и то же створ прямой. А створ, может, это когда подходить надо на нее, а прямая тоже поехали. Полоска, которую, ну, когда ты ее достигаешь, ты, собственно, приходишь к финишу. А финишная черта? То же самое. Ну, это когда на финиш они выбегают и створки открываются. Кто, может быть, стреляет из пистолета? Дает старт. Да. Ну, самая быстрая, наверное. Ну, в каждой команде, наверное, самый сильный человек, вот он самый сильный. Да, это забыли. Да. Нет. Он лыжи делает. Последний участник эстафеты. А первый, как называется? Стартер. Так. Ну, может, кто, который начинает эстафету, вот он забил, и дальше уже по его времени все дальше начинают ехать. Ну, винтовка, сделанная в Ижевске. Ну, винтовка, из которой стреляют. Чего из Ижевска? Вероятно, ее какой-нибудь там придумал с фамилией Ижев, Ижов. Винтовка из Ижевска. Лучший вид оружия, из которого стреляют в биатлоне. В чем желтая майка? Ну, если проводить аналогию с футболом, наверное, там, если что-то нарушил биатлонист, то ему дают желтую майку. Нет там никаких по бокам этих, типа, судей, которые следят. Ты их называешь желтой майкой? Нет, их не называют, они желтых майк просто. Человек, который говорит, ну, появляется, если ты нарушил какие-то правила. Как желтая карточка. За ним бежит человек в желтой майке и кричит, что он нарушил правила. Это как желтая карточка, может, тому, кто получил какой-то, какой-то, у которого был какой-то косяк, ему дают желтую майку. На прошлой неделе и в праздничные выходные мы проводили в ВКонтакте голосование на звание лучшего спортсмена и лучшего спортивного коллектива января по версии Клин Адреналин. В первом опросе у нас приняли участие шортеркист Александр Шургинов, легкоатлетка Елизавета Валуева, пауэрлифтер Милана Декала, а также каратист Максим Ксенофонтов. Большинство голосов было отдано воспитаннице нашей спортивной школы Лизе Валуевой. Она же и стала победительницей. За лучший спортивный коллектив боролись хоккеисты из Клин Спортивной 2006 года рождения, пауэрлифтеры из клуба Авангард и шортеркисты. В итоге хоккейному клубу равных не было. И Клин Спортивной 2006 года рождения был признан лучшим спортивным коллективом января. На сегодня у меня все еще больше о спорте. Вы можете узнать на страничке Клин Адреналин ВКонтакте. Живите в ритме родного города и помните, что спорт – это жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова